В этом зале лучшие радиологи и рентгенологи страны. В Липецк они привезли самые современные разработки по лучевой терапии и диагностике рака. Точность исследований теперь на новом уровне. Инновации позволяют скорректировать лечение на любом этапе химиотерапии. Раньше ведь надо было провести весь курс, а потом оценить результативность. Так вот эти методики позволяют буквально на четверть и на половине интервала временного оценить эффективность и быстро поменять терапию. Таким образом мы повышаем эффективность этих методов и, соответственно, даем шанс пациенту. Шанс дает и еще одно относительно молодое направление в диагностике рака. ПЭТ-исследование. Радионуклеиды и радиоизотопы, кстати, производят под Ельцом в Центре ядерной медицины и доставляют в Липецк и ближайшие регионы в кратчайшие сроки. Такие препараты позволяют обнаружить изменения в организме на самых ранних стадиях. Соответственно, меняется и прогноз для пациента. Появление таких методов, как сегодня всем уже на слуху, да, позиционно-изменционной томографии, ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ – это соединение анатомии с функцией, когда можно увидеть не только изменённый орган, но и оценить его функциональное состояние, а на уровне клетки сказать, есть изменения, нет, насколько они выражены, что чрезвычайно важно, опять же, для оценки самого заболевания, его распространения и возможности применения того или иного вида лечения. Обсуждали на конференции кадровый вопрос. Специалистов, способных работать на инновационном оборудовании, не хватает. Липецк привели в пример. Областной онкодиспансер – один из самых оснащённых не только в ЦФО, но и в России. Есть квалифицированный персонал, отработан ряд передовых методик лечения как в лучевой терапии, так и в применении инновационных препаратов. Из областного бюджета очень много, большая доля финансирования идёт на закупку не просто средств для лечения онкологических заболеваний, а именно на таргетную терапию, то есть узкоспециальную, узкоспецифическую терапию для лечения именно вот того онкологического заболевания, которое есть у пациента. Главный вопрос в сознательности пациентов. Лишь 58% онкозаболеваний в области диагностируют на ранних стадиях. Остальные обращаются ко врачам, когда болезнь уже запущена. Поэтому профилактика стоит в одном ряду с самыми передовыми технологиями. Екатерина Кузьмичева, Анатолий Гончаров, Липецкое время.